всем привет меня зовут вероника и сегодня я для вас подготовила вот такие вот замечательные слитки с таким вот интересным рисунком по центру данные слитки я вязала на размер ножки 37 38 получается очень красивые аккуратные слитки вязала двух цветами мысочку меня будет фисташковым цветом и пяточка а подошва и это средняя часть у меня сереньким цветом вы можете вязать столько цветами сколько вам хочется можете даже однотонные связать по данному мастер классу вы можете такие слитки связать на любой размер ножки давайте разберемся с принципом вязанием данных следков изначально я вывязывала вот вот этот мысочек и по ходу вязания когда вы будете вязать следок вы можете изначально примерять данную заготовку на ногу мысочек должен вот хорошо сидеть на ножке в немного растянутом состоянии далее я связала половина подошвы потом вывезла вот вот эту вот часть и эта часть для каждого размера ножки будет разная пяточка у всех одинаковая получается под каждый размер ноги регулируем сначала мысочек а потом вот вот эту вот часть видео я все рассказываю надеюсь все будет для вас понятно вязала я данные следки из пряжи ализела на gold classic метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров вязала спицами три с половиной миллиметра у меня вот спицы длиной 60 сантиметров когда я начала вывязывать вот вот эту часть и пяточку я еще использовала спицы также этим размером три с половиной миллиметра только немного покороче 40 сантиметров вы вяжете теми спицами которые у вас есть все вяжется очень просто и легко а выглядит очень красиво обязательно в самом конце делаем обвязку чтобы край наш был ровненький и очень красивый обвязку делаю крючком крючок примерно берем три три с половиной миллиметра если вам понравились данные слитки берем пряжу спицы и приступаем к вязанию вместе со мной обычным способом набора с помощью длинного хвоста я наберу на спицы 9 петель набираю на две спицы чтобы край наш был более эластичен далее у нас идет установочный нулевой ряд вяжем кромочную петлю мы снимаем и далее все петли я вижу изнаночными последняя кромочная петля вяжется также изнаночной первый ряд кромочную петлю я снимаю и далее я все петли вижу лицевыми последняя кромочная петля у меня вяжется изнаночный на протяжении всего вязания второй ряд кромочную петлю я снимаю и далее все петли я вяжу изнаночными далее мы будем с вами вывязывать наш рисунок вешаем маркер на мою центральную петлю в самом самом низу с одной стороны у меня 4 петли с другой у меня 4 петли вот смотрите наша пятая центральная петелька и вытягивать петли мы будем вниз надо спуститься на три ряда вот 1 2 и 3 вот из этой дырочки мы будем вытягивать наши петельки кромочную первую петлю я снимаю и далее если вот наша пятая петля кромочная у меня на спице 2 3 4 5 и вниз спускаюсь на 3 ряда 1 2 и третий ряд ввожу спицу и вытягиваю длинную петельку на уровень вязания нашего петельку придерживаем следующую петлю я вижу лицевую обратно в эту же дырочку вводим спицу и вытаскиваем уже вторую петельку чуть меньше чем было первое следующую петлю лицевой и третий раз вытащили петельку далее мы вяжем 3 лицевые петли теперь нам надо вытащить с этой стороны также 3 петли ввожу же левую спицу в эту же дырочку набрасываю нашу рабочую нить и вытаскиваем петельку стараемся как с одной так со второй стороны вытаскивать петли одинаково переносим эту петлю на правую спицу следующую петлю вяжу лицевую это у нас была 4 вытянутая петля далее 5 вытянутая петля чуть чуть больше чем было предыдущая перебрасываю на правую спицу следующая лицевая если вам вдруг неудобно вытаскивать левой спицы петельку можете вытаскивать петлю крючком вводите в дырочку крючок подхватываете нашу рабочую ниточку и вот у нас вытащилась петелька переносите на спицу и последняя петля у нас будет идти кромочная вяжется на изнаночной вот таким вот образом у вас должно выглядеть ваше вязание у нас получилось у таких длинных вытянутых петель 6 штук с одной стороны три штуки из другой четвертый ряд кромочную петлю я снимаю и далее вот у меня идет вытянутая наша петля которые мы вытягивали в прошлом ряду мы эту петлю снимаем не провязывая рабочая ниточка перед работой следующую петлю я провязываю изнаночной далее у нас обратно идет вытянутая длинная петля я ее снимаю не провязывая получается все вытянутые петли мы снимаем не провязывая рабочая ниточка перед работой все петли обычные мы провязываем изнаночными пятый ряд первую кромочную я снимаю и далее надо провязать все петли лицевыми только вот смотрите вытянутые петли надо провязать так чтоб они у нас легли ровненько не были перекручены и я вот вижу за верхнюю стеночку лицевой петлю и вот у меня вытянутая петля легла ровненько не перекручивая далее у нас обычная петелька идет и далее обратно следующее вытянутая я вижу за правую верхнюю стеночку вот они у меня ровненько легли обязательно смотрите чтоб они у вас не получились перекручены вот таким вот образом у вас должно выглядеть ваше вязание и далее 6 изнаночный ряд мы вяжем просто все петли изнаночными мы получается с вами добавили 6 петель в работу далее повторяете с 3 по 6 ряд данный рисунок получается у нас 7 ряд будет идти по принципу 3 ряда первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжу все петли лицевыми не довязывая до нашего центральной петли 1 2 3 петли далее я спускаюсь вниз на три ряда от центральной петли 1 2 3 ряд ввожу спицу и вытаскиваю длинную петельку на уровень вязания следующую петлю я вижу лицевую ввожу обратно спицу в эту дырочку из которой мы вытаскивали первую петельку и вытаскиваем вторую петлю чуть меньше чем была первая следующая петля лицевая третья петля вытянутая и далее 3 лицевые петли с одного края мы 3 петли вытянули теперь нам надо 3 петли вытянуть с другого края ввожу теперь левую спицу в эту же дырочку набрасываю мою рабочую ниточку на спицу и вытаскиваю вот такую вытянутую петельку следующая петля лицевая получается то у нас 4 было петля 5 делаем петельку следующая лицевая и шестую петлю далее я все петли вяжу лицевыми последняя петля вяжется изнаночной 8 ряд вяжется также как мы вязали 4 получается все петли я вяжу изнаночными петли которые мы вытягивали мы снимаем не провязывая рабочая ниточка перед работой 9 ряд вяжем так же как мы вязали 5 ряд все петли мы вяжем лицевыми только внимательно смотрите вытянутые наши петли чтоб не были перекручены я вижу за правую верхнюю стеночку вот она у нас хорошо легла и она у нас не перекручена 10 ряд вяжем так же как мы вязали 6 6 ряд все петли изнаночными мы с вами связали уже два рапорта вот таких вот два веерочка у нас получились далее вот обратно следующий ряд вяжите так же как мы вязали третий ряд вяжем все петли лицевыми не довязывая до центральной нашей петли 3 петли вот получается у нас центральная петля мы ее отмечали маркерами если вам неудобно маркер можно поднять им до нее мы не довязываем 3 петли 1 2 3 и далее вяжите так же как мы вязали третий ряд спускаетесь вниз на три ряда от центральной петли и вводите спицу вытаскиваете длинную петельку следующую петлю вяжу лицевую обратно в эту же петлю спускаетесь и вторую длинную петельку вытаскиваете следующая лицевая обратно в эту же петлю третью петлю дополнительную делаем и далее 3 петли я вяжу лицевыми теперь левые спицы вводите в эту же дырочку набрасываете нашу рабочую ниточку и вытаскиваете длинную петельку на уровень вязания следующая лицевая обратно в эту же дырочку вводим спицу набрасываем петлю вытаскиваем это же получается наша пятая петля следующая лицевая в эту же дырочку шестая петля и далее все петли мы вяжем лицевыми таким образом довязываете до конца третий наш раппорт получается следующий ряд мы вяжем также как и 4 все петли изнаночными длинные петли которые мы вытягивали мы снимаем не провязывая рабочая ниточка перед работой следующий ряд мы вяжем также как мы вязали пятый ряд все петли вяжем лицевыми только внимательно смотрите чтобы длинные петли не получились перекрученные и далее изнаночный ряд мы вяжем все петли изнаночными вот таким вот образом мы с вами связали 3 раппорта вот такие вот три верочка у нас с вами получились и далее мы с вами вяжем самостоятельно посмотрите 1 2 3 раппорт мы с вами провязали вместе далее 4 5 6 7 и 8 мы вяжем самостоятельно повторяя с 3 по 6 ряд и вот таким вот образом у вас должно получиться получается вяжем самостоятельно 1 2 3 4 5 раппорта повторяя с 3 по 6 ряд встретимся когда привяжем весь мой мысочек но вот я вывязала мой мысочек кончики которые остаются вот в вязание мы прячем самостоятельно по изнаночной стороне я вывязала 8 раппортов у меня вот таких вот веерочков получилось 1 2 3 4 5 6 7 8 вот у меня на мой размер 37 38 смотрите хорошо полотно разровнялась и вот эти вот 8 раппортов хорошо легли на мой размер под каждый размер будет разное количество вот этих вот раппортов в растянутом состоянии примеряем и полотно хорошо разровнять потому что здесь полотно немножко подкручивается но когда мы с вами подберем по бокам все петли хорошо все станет на свои места и будет ровно если померить в сантиметров вот мой мысочек по линии реглана примерно вот 14 сантиметров вот на готовом следке тоже примерно в 14 сантиметров наш мысочек после того как мы с вами вырезали наш мысочек мы будем с вами вязать половина нашей подошвы получается на подошву я отдаю 17 петель данные 17 петель отдавайте на любой размер взрослых следков и по бокам у меня остается по 20 петель всего у меня сейчас на спице 57 петель далее я ниточку фисташкового цвета обрезаю и подошву я буду вязать другим цветом вы вяжете такими цветами которыми вам хочется можете даже однотонные связать вот беру ниточку контрастного цвета у меня идет такая вот серенькая прикладываю первая петля у меня идет лицевая так как у меня идет смена цвета и далее вместе с кромочной я провязываю 20 петель вяжем 20 петель до нашей подошвы таким вот образом 20 петель я провязала теперь идут 17 петель наши подошвы вяжем первая петля подошвы далее вешаем первый наш маркер получается первая петля у нас до маркера была лицевая далее вяжем резиночку 2 изнаночная 3 лицевая 4 изнаночная 5 лицевая 6 изнаночная 7 лицевая и так далее 8 9 10 11 12 13 14 15 и 16 вешаем 2 наш маркер далее у нас идет 17 последняя петля и 18 петля следующая мы этих две петли вяжем 2 вместе одной лицевой с наклоном влево для этого первую петлю я снимаю вторую провязываю лицевой теперь первую петлю набрасываю на вторую получается петли которые находятся у нас между первым и вторым маркером вот эти посерединке мы вяжем без изменения резиночкой один на один по рисунку как петли расположены так мы вяжем переворачиваем вязание ниточка рабочая у нас находится перед работой и далее вяжем первая петлю мы снимаем не провязывая далее маркер перебрасываем и до следующего маркера мы вяжем все петли по рисунку резиночкой один-на-один довязали до 2 маркера маркер перебрасываем и так как это у нас изнаночная наша страна мы вяжем последнюю нашу 17 петлю и следующую 1 изнаночной петлю и за верхние правые стеночки обратно переворачиваем наше вязание первую петлю я снимаю не провязывая маркер перебрасываю и до следующего маркера я вяжу все петли по рисунку резиночкой 11 один маркер перебрасываем идет у нас сразу после маркера последняя 17 петля и следующая петля 18 так как это у нас лицевая наша страна первую петлю я снимаю вторую провязываю лицевой первую петлю набрасываю на вторую переворачиваю вязание первую петлю я снимаю маркер и далее до следующего маркера я вяжу все петли резиночкой 11 до 2 маркера провязали маркер перебрасываем и теперь две петли сразу после маркера я вижу 1 изнаночный так как это у нас изнаночная наша страна получается так мы должны убавить все петли с одной и с другой стороны у нас должны на спице остаться 17 петель это петли нашей подошвы получается в лицевом ряду мы вяжем до 2 маркера сразу после 2 маркера мы вяжем две петли вместе одной лицевой первую петлю мы снимаем вторую провязываем лицевой первую петлю набрасываем на вторую в изнаночном ряду мы также вяжем до 2 маркера и далее две петли вяжем 1 изнаночный и так мы убавляем чередуя лицевые изнаночные ряды пока у нас на спице не останется центральных 17 петель подошвы я довязала мою подошву до тех пор пока у меня на спице не осталось 17 петель и это все петли моей подошвы боковые получается я все убавила вот таким вот образом у нас сейчас выглядит наш следок если померить на нашу ножку более нагляднее уже будет сидеть наш следок вот таким вот образом закрывает полностью наш мысочек мерить надо в растянутом состоянии получается если на готовом следке посмотреть мы с вами связали мысок половина подошвы теперь мы будем вязать вот вот эту вот часть далее все петли я вяжу резиночкой 11 получается первая петля у нас еще идет как кромочная далее изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так далее последняя петля у нас будет идти лицевой она у нас не будет уже кромочной и далее по этому краю нам надо добрать 14 петель на самом деле петель здесь больше но мы набираем только 14 чтобы нам вот эта высота слитка была нам хороша если я померю в сантиметрах это примерно вот 8 сантиметров высота слитка все петли которые мы не будем набирать мы далее обвязкой это все сгладим и будет вот такой вот красивый краешек получается в каждую кромочную петлю вводим спицу сверху вниз получается за две дужки и получаем одну поднятую петлю в следующую петлю вводим спицу сверху вниз и получаем вторую петлю и так далее за две дужки кромочные петли получается 3 4 5 6 и так далее у нас должно получиться 14 петель получается кромочная косичка уходит на изнаночную сторону с лицевой стороны все получается гладко и очень красиво после того как мы с вами добрали 14 петель вот такой вот краешек у нас еще остается мы его не трогаем переворачиваем наше вязание и будем вязать получается у нас платочные дорожки с этой стороны по подошве мы сохраняем резинку и здесь также платочные дорожки платочные дорожки как мы помним вяжем как в лицевом так и в изнаночном ряду все петли лицевыми получается 1 кромочная петля у нас снимается не провязывая и далее 13 петель мы вяжем лицевыми 1 2 3 4 если вместе с кромочной это получится 14 петель после того как мы с вами связали 13 лицевых петель и 14 петля это была кромочная вешаем первый маркер и маркерами мы будем отделять нашу подошву от боковых частей и далее вяжем резиночку один на один это наши петли подошвы 17 петель получается подошву мы с вами провязали вешаем второй маркер и далее нам по этому краю также надо добрать 14 петель можно добирать спицы можно крючком вводим спицу за 2 кромочные дужки наши петли снизу вверх и вот рабочую ниточку подхватываем и получается 1 поднятая петля дальше таким же образом вводим спицу снизу вверх рабочую ниточку подхватываем и получается петля 2 поднятая и далее также поднимаем 14 петель и в первом случае мы вводили спицу сверху вниз во втором случае мы вводим спицу снизу вверх это для того чтобы у нас вот кромочная косичка получалось с изнаночной стороны с лица у нас все было ровненько и красиво далее поднимаем таким же образом оставшиеся петли всего у вас должно вот после маркера получится 14 петель после того как вы добрали все петли у вас вот таким вот образом выглядит ваш следок и теперь мы будем вязать столько вот эти петли получается второй ряд мы провязали изнаночный сейчас идет лицевой третий ряд первую кромочную петлю я снимаю и до первого маркера я вижу все петли лицевыми до первого маркера я довязала маркер перебрасываю и теперь вяжу нашу подошву резиночкой 11 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная и так далее до 2 маркера мы вяжем резиночкой один на один маркер 2 перебрасываю и после второго маркера мы также вяжем все петли лицевыми последняя кромочная петля вяжется изнаночной и так мы далее вяжем получается до первого маркера мы вяжем все петли лицевыми как в лицевом так и в изнаночном ряду петли между первым и вторым маркером вяжем по рисунку резиночкой 11 и далее петли после второго маркера мы вяжем все лицевыми как в лицевом так и в изнаночном ряду получается три ряда мы с вами провязали а всего я буду вязать 14 рядов если посмотреть на готовом следке у нас получится 7 платочных дорожек но это расстояние отличается для каждого размера если примерить это все на готовый следов после того как мы вывяжем 14 рядов у вас в хорошо растянутом состоянии это подошва должна быть на вашу стопу так как мы будем вязать еще и пяточку дальше вот все хорошо сядет и не будет она в таком растянутом состоянии но чтоб отрегулировать вам размер вам надо мерить вашу заготовку в хорошо растянутом состоянии после того как я вывяжу еще 11 рядов я вам покажу как это наглядно должно выглядеть я вывезла вот в этой этого часть литка у меня получилось 7 платочных дорожек либо 14 рядов лицевыми петлями если померить в сантиметрах это примерно 4 сантиметра получается но это расстояние для каждого размера ножки будет разное смотрите я сейчас примерю на нашу ножку мою заготовку и вот моя заготовка сейчас вот таким вот образом выглядит на ножке очень растянутом состоянии вот видите я хорошо потянула и наша подошва закрывает всю ступню в растянутом состоянии вы делаете это для своего размера ножки получается если ваш размер ножки побольше тогда вам надо вот это вот именно расстояние провязать немного больше если меньше значит меньше это расстояние будет видите наш мысок хорошо лег и вот таким вот образом выглядит после мы вот разровняем и обвяжем его еще лучше будет выглядеть наш следок теперь нам осталось вывязать только пяточку ниточку я обрезала и по изнаночной стороне прячем так как пяточку я буду вывязывать ниточкой фисташкового цвета такого же как у меня мусок я беру ниточку фисташкового цвета прикладываю первая петля у нас будет идти лицевая так как у нас идет смена цвета и далее вяжу все петли лицевыми до первого нашего маркера мы довязали до первого маркера и маркер немного перевесим на одну петлю первую петлю подошвы я провязываю лицевой далее вешаю наш маркер и далее вяжу резиночкой по рисунку 1 лицевая 1 изнаночная не довязывая до 2 нашего маркера одну петлю я довязала пока у меня до маркера не осталась одна петля и теперь нам надо этот маркер пение или нести на одну петлю раньше то есть я мой маркер перенесу и повешу вот сюда и далее вот у нас идет последняя петля подошвы и следующая петля нам надо их две вместе провязать с наклоном влево для этого первую петлю я сниму вторую петлю провязываю лицевой теперь первую снятую петлю набрасываю на вторую получается мы первую петлю вынесли за маркер и последнюю петлю вынесли за маркер мы эти петли первую и последнюю провязывать будем вместе с боковыми по 2 вместе петли которые находятся в середине маркеров их у нас должно получиться 15 мы вяжем по рисунку как в лицевом так и в изнаночном ряду получается вязание переворачиваем первая петля у нас будет идти как кромочная маркер перебрасываем и до 2 маркера мы вяжем все петли по рисунку мы с вами довязали до 2 маркера маркер перебрасываем и так как это у нас изнаночная сторона мы следующие две петли сразу после 2 маркера провязываем 2 вместе 1 изнаночный получается мы вяжем так же как мы вязали вот вот эту вот часть если кстати вы провязали все правильно у вас такие бороздочки должны получаться как с одной так и с другой стороны и также такие бородочки будут и в пяточки как с одной так и с другой стороны давайте еще раз провяжем это у нас идет лицевая наша сторона первую петлю я снимаю далее маркер и до 2 маркера я вижу все петли лицевыми по рисунку мы довязали до 2 маркера маркер перебрасываем и далее следующие две петли нам надо провязать с наклоном влево для этого первую петлю я снимаю вторую провязываю лицевой первую петлю набрасываю на вторую такое убавление петель мы будем делать в каждом лицевом ряду переворачиваем наше вязание первую петлю снимаем она у нас кромочная маркер и до 2 маркера мы вяжем все петли по рисунку резиночкой 1 на 1 довязали до 2 маркера маркер перебрасываем и далее вяжем две петли вместе одной изнаночной петлей такое убавление петель будем делать в каждом изнаночном ряду и так повторяем наше вязание в каждом лицевом ряду мы сразу после 2 маркера будем провязывать две петли вместе с наклоном влево для этого первую петлю мы снимаем вторую провязываем лицевой и первую петлю набрасываем на вторую в каждом изнаночном ряду мы будем две петли вместе провязывать одной изнаночной петлей и так мы будем с вами убавлять петли пока у нас на спице не получится 17 петель это все петли подошвы я вывязала мою пяточку и вот таким вот образом на данный момент выглядит наш следок теперь нам надо закрыть петли первую петлю я снимаю вторую провязываю лицевой теперь первую петлю набрасываю на вторую далее лицевой провязываю петлю теперь первую петлю набрасываю на вторую и так мы закрываем все петли пока у нас не останется одна открытая петля 1 лицевая далее петлю набрасываем на провязанную одна лицевая петлю набрасываем на провязанную и вот таким вот образом мы с вами закрываем все петли сильно край наш не стягиваем я закрыла все петли и вот такой вот ровненький шов у нас с вами получился одна открытая петля далее берем крючок примерно три три с половиной миллиметра вводим крючок в нашу открытую петлю и далее обвязываем наш следок столбиками без накида вводим крючок в каждую кромочную петлю получаем вот одну петлю и соединяем этих две петли далее вводим крючок получаем вот вторую петлю и соединяем эти две петли и так мы обвязываем всю мою серую часть дома с к после того как мы обвязали всю серую часть мазка смотрите каким образом мы будем обвязывать далее вводим крючок одну вытаскиваем петельку далее вторую и далее третью у нас на спице получилось 4 петли и эти все 4 петли соединяем мы таким образом сгладим наш мысок далее вот один столбик без накида сделаем и теперь нам надо обвязать вот эту часть один столбик второй столбик без накида теперь вот в эту центральную нашего дырочку вводим спицу и вывязываем один столбик далее в эту же дырочку второй столбик без накида и третий раз продолжаем и теперь с этой стороны нам надо также вывязать 4 петли и вместе их соединить получается 2 с на спице петли 3 и 4 и далее их все соединяем вот таким вот образом мы с вами сгладили наш мысочек и он не сильно острый получается и далее серые части делаем каждую кромочную петлю столбик без накида сильно не затягиваем вот мы довязали до нашей части где мы вывязывали пяточку далее соединяем вот одну петельку введем чтоб нашей соединить два края далее делаем одну воздушную петлю обрезаем ниточку и вытаскиваем кончик далее мы этот кончик будем прятать по изнаночной стороне разровняем наш следочек и вот такой вот результат у нас с вами получился очень красивый аккуратный следок если вам понравился данный мастер-класс поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь а мы с вами встретимся в новом видео всем спасибо за просмотр всем пока пока